Всем привет! И да, я купил вот этот вот, прекраснейший пикстель 6 про. Я не понимаю, ну кто он в 2025 году ходит под синтезом? Алло, алло, гуглам пол бы не дало, это... И в этом видео я расскажу о всех преимуществах кастомной прошивки графенэм. На этом новеньком, сладеньком, пиксель 6 про. И вы не представляете, насколько же он пиздатый. У меня пиксель 6. Графен это, по моему мнению, самая проработанная прошивка ведрой, да, из всех существовавших. Ну, она в первую очередь, конечно, ориентирована на безопасность и на дегулизацию жизни. Все другие альтернативные решения, такие как дистрибутивы Linux, вот PostMarketOS, они очень кривые, невозможно ими пользоваться на постоянной основе. А я пытался. А другие кастомные прошивки, как LinuxOS, там, CRDroid, просто не дотягивая до того функционала, до того уровня обеспечения безопасности, что есть в графене. Вот, например, Celebrity. Это такая компания по извлечению данных, у которой всякие госорганы закупают оборудование и софт для взлома телефонов. По данным на 2024 год, они так и не смогли взломать Google Pixel с установленной последней версией графена, если бутлодер после прошивки был залочен. Это, кстати, к тому, кто говорит, что современные телефоны невозможно ломануть. Посмотрите вот эту табличку, удивитесь. Но что же делает графен таким суперсекюрным? Почему Google Pixel на стоковой прошивке подвержен всяким атакам? Чтобы это понять, нам нужно разобраться, как работает разблокировка телефона под капотом и почему это так важно. Телефон, когда его разблокируете, может находиться в двух режимах. И от этого режима сильно зависит возможность и успешность извлечения данных с устройства. Для начала, режим BFU. BFUR First Unlock. Это состояние устройства после перезагрузки, до первого ввода пин-кода. BFU ключи, которые нужны для расшифровки, недоступны. Поэтому фото, сообщения и многое другое остается зашифрованным. Вы замечали, что после перезагрузки телефона, вы не можете использовать ни отпечаток пальца, ни Face Unlock. От вас требуют пин-код. Это первый значок того, что телефон находится в режиме BFU. И это самый безопасный режим для телефона. Как только вы уже вводите пин-код, устройство деривирует и загружает ключи в память. Этот режим называется AFU. After First Unlock. Когда устройство в AFU, оно вроде как разблокировано для системы. Ключи уже находятся в памяти. iOS может дешифровать файлы для приложения, сообщения, фото и так далее. Именно в этот момент специальный инструмент имеет наибольший шанс извлечь данные. Потому что у них уже есть этот самый криптографический ключ, который раньше был недоступен. Но есть одна хитрость. Если перезагрузить телефон, то он снова перейдет в режим BFU. И никто не сможет использовать криптографический ключ. Так что все пользовательские данные будут в безопасности. Это то, что и делает графен. По умолчанию включена перезагрузка каждые 6 часов при заблокированном экране. Что сильно уменьшает шанс того, что данные могут быть извлечены. На стоковых прошивках производители часто идут на компромисс, там, в пользу удобства или, не знаю, договоренности с ВБР. Перезагрузки либо вообще не планируются, либо происходят очень редко. Это неделя, месяц или даже больше времени это может занимать. Это дает большее времени и возможности тем, кто хочет незаконно извлечь данные из устройства. А если сюда приплюсовать и другие способы защиты, это добавление аппаратного кейстор-защиты от брутфорца, блокировку загрузчика, запрет доступа по USB до ввода пин-кода, извлечь данные становится очень сложно или даже вообще невозможно. Однако нужно выстраивать защиту не только от извлечения данных, но и от приложений, которые установлены на устройстве. Приложения не должны автоматически получать полный доступ ко всем разрешениям на устройстве. Если вам кажется, что настолько в Android все сделано, ну, по фэншую, мол, система спрашивает о доступе к камере, микрофону, местоположению, то знайте, это всего лишь имитация безопасности. На графене это можно все настроить куда гибче, дать ему частичный доступ к какому-нибудь скрытому разрешению или даже полностью подменить данные. Камере можно разрешить работать только в отдельной директории, вообще в любом приложении. В графене на это ограничений нет. А любую оффлайн-игру можно запустить полностью без интернета, чтобы она даже не пыталась, сука, вот эту рекламу вам ссуать или телеметрию. Точно так же можно подсовывать фиктивную телефонную книгу каким-то там левым приложением. Помните вот это вот дерьмо под названием Get Contact, да? Из-за которого в сеть утекли ну кучу контактов. Вот-вот, думайте. А, создаете почту, Gmail, да? Вот, и заново заходите и пробуйте пробивать человека. Ди, докс, жди, сват, агу, агу. А, а, ау, агу, докс, сват, спортики. Можно ограничить доступ к микрофоне или камере, запретить использование датчиков там разных, там шагомер, гироскоп и так далее. Даже буфер обмена можно ограничить. Приложения не смогут просто так читать пароли или сообщения, которые вы там скопировали. В итоге вы не просто ставите приложения и надеетесь, что они будут не узлопотреблять разрешениями. Вы управляете разрешениями на системном уровне более гибко, чем это возможно на стоке. Одна из фич, которая прям реально выделяет графен на фоне других кастомах, это изоляция Google сервиса в песочнице. На рядовых кастомах, если ты ставишь поверх них гапсы или используешь телефон со стоковой прошивкой, Google сервисы получают системные привилегии. И это полное дерьмище. Потому что это значит, что Google может лазить куда угодно, когда угодно, и ты даже не сможешь это никак проконтролировать или узнать об этом. Я не видел ни на одном кастоме такого подхода, как в графене. Вместо того, чтобы встраивать Google сервисы в прошивку или дать возможность пользователю установить гапсы через рекавери, тебе предлагают скачать Google сервисы в песочницу одной кнопкой. Одной кнопкой! Суть песочницы в том, чтобы в любое приложение, включая Google сервисы, изолировалась от системы и других программ, а не просто запрашивала разрешение. На стоковых прошивках есть разрешение, но это скорее разрешение на доверие. Даже если вы отказались от какого-то разрешения, оно может собирать информацию через другие сервисы или с помощью обходных путей. В то время песочница в графене действительно изолирует Google сервисы и другие приложения от системы и других приложений. Еще что мне нравится в графене это изолированные профили. Профили это как будто разные юзеры в системе, но они полностью изолированы друг от друга. Ни одно приложение из одного профиля не может залезть во второй и наоборот. Более того, для каждого профиля можно задать разные уровни безопасности и быстро переключаться между ними прямо на лету. Например, у меня есть дефолтный профиль для повседневного использования, отдельный профиль чисто под open source софт и чистый, еще один чистый профиль, в котором стоят только конфиденциальные апы вроде банковских приложений. Мне нравится, что я могу разделить все приложения на несколько изолированных профилей. Мне не нужно бояться же, например, из-за какой-то одной уязвимости в каком-то приложении, например, в браузере, что у меня каким-то образом салют мои платежные данные или паспортные данные. Ну просто конфетка. Есть еще такая интересная фича под названием юрис пассворд. Я называю это пин-код по съебам. Представь, что тебя прессуют и заставляют против твоей же воли разблокировать телефон. А ты вспоминаешь, что отправлял 320кг там фимбой про духи дру. Не хочется же заводить на себя какой-то там компромат. Ты можешь ввести этот пин-код по съебам, и благодаря нему все данные на устройстве будут очищены моментально. В наших реалиях, особенно где я живу, ну это действительно может когда-нибудь пригодиться. В общем, используя графены, не чувствую себя ограниченным. Я могу продолжаться пользоваться приложением, которое требует Google сервиса или требует Play Integrity. Для графена это не помеха. E-SIM работает из коробки, без привязки к Google сервисам. Те же Google карты и другие навигаторы тоже работают. Но если ты прям-прямо включишь сервисы геолокации. Но я везде вот включил графен прокси, когда использую навигатор. Без этого, даже если у приложения будет разрешение на геолокацию, он все равно не сможет узнать твое точное местоположение. Единственный минус, который я заметил, это неработающий Google кошелек для оплаты через NFC. Но, честно говоря, для меня это не такая уже помеха. На крайняк можно ради сохранения конвенциальности и контроля над устройством, вот, например, я готов, носить под чехлом обычную банковскую карту.